— Почему учат детей воевать, но ведь и не только воевать, если учитывать, из кого будут делать педагогов? — Более того, у нас есть несколько случаев, в общем, в пьющих случаях, когда учителей сажали, буквально сажали в тюрьму. — Вот последний в пьющий случай Никита Трушин из Коми получил пять с половиной лет, если он рассказывает детям правду или просто не говорит специальной военной операции, называет ищет своими именами, называет войну войной. И это вот учителя, которые все еще были в школах, уже больше нет, вот они садятся в тюрьму. И по их статьям, это обычно дискредитация армии, на фронт не берут. Такие на фронте не нужны, такие фронты очень вредны. Они не нужны в школе, они не нужны на фронте, они не нужны стране и считаются врагами народа. А вот маньяки, педофилы, каннибалы и убийцы, которые прошли войну, прошли немного тюрьму, совершенно не отбыли своего срока, не искупили вину, не примирились с потерпевшими, ничего этого не сделали. И, в общем, абсолютно не имеют никакого представления о том, как преступление соотносится с наказанием и о том, что такое право, что такое независимость суда, что такое социальная функция наказания и так далее. Не имеющие об этом ничего, никакие представления, они, конечно, идут куда учить детей вместо тех, кого посадили в тюрьму, вместо нормальных учителей. И, конечно, руководить. Но руководить тут проще. В общем, в России-то практически любой руководитель, уголовник. Вот с учителями, конечно, это жестко. Да, это жестко. И самое-то главное, что вот именно здесь начинается та грань, когда, в конце концов, люди, родители впервые говорят, не-не-не-не-не-не-не, нам вот такого не надо детям. Они вдруг начинают это говорить, они вдруг начинают прозревать. Они топили за войну, они топили за мобилизацию, они топили за Путина. А теперь вот этот вот, извините, урка пришел к их ребенку в школу. И говорят, не-не-не, убирайте урку. Простите, а до этого все было хорошо. До этого вас все устраивало? До этого все было хорошо? Все-таки, если смотреть на комментарии даже с самых провластных СМИ, которые рассказывают о том, как замечательно, как замечательно ребятки, вернувшись с войны, всего-то с тремя судимостями, да и, боже мой, подумаешь, здесь и старушек рубль. И вот они как с молодым поколением работают, учат их собирать автоматы, ходить в поход там, в кустике, очень хорошо, удобно с детками сходить. Вдруг начинают родители возмущаться. Причем повсеместно, вот везде в комментах нет, я не видела нигде такого, что как хорошо, что к нашим детям пришли опытные языки. Нет, нет, вот этого нет, такого нет. Поэтому, ну что же, я надеюсь, что если власть сейчас все-таки не знает, что делать, ну, в общем, по большому счету, с просыпающимися курами, с женами мобилизованных, это, в общем, такое явление вполне себе наивное, из области наивного искусства. Но, тем не менее, там просыпается какой-то разум, еще бы, конечно, просыпалась бы совесть, вообще все было бы хорошо. И здесь вот движение, я думаю, будет не меньше. Когда родители будут возмущаться, чтобы к детям приставили опасных заключенных, я думаю, что это движение будет посильнее, чем жены. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ